Неводом мысли и эдак. Ночь минула тяжкая, судная. Блудница Акулина сгорела, не раскаявшись в грехе. Ладно ли? Экая крепость у нечистого, думал старец, и огнем не отторгли бабу от него, как бы худо ни было. На солнцевосходе старец учинил спрос невестки Ефимии. Слыхала вопль блудницы Акулины? Слыхала, батюшка. И барин слышал. Не ведаю, батюшка. Где же была? Доглядывала за барином, аль нет? Барин захворал должно. Я не посмел спросить. Да и самой страшно было. Старец недоверчиво покосился на невестку. Из веры давно вышла. У Ефимии что ни погляд, то огонь. Истая искусительница, глаз черный, скрытный, и душа в туман укутана. Разберись, что у нее прячется за словами и за черными глазами. Как ни укращал Ефимию Макей, сын Филаретов ничего не достиг. Схватит бывало Макей Ефимию за черную косу, пригнет к земле и лупит, как сидорову козу. Ефимия хоть бы раз покорилась. Убей ирод, а все равно горлица ястребу не пара. Горлица ли? Еретичка. Приметил Филарет. После отъезда Макея ходоком на Енисей Ефимии будто совращать стала несмышленыша Семена Юскова, безбородого парня. Пустынник Елисей пожаловался. Парень испортился. Радеет перед образами. Нет души. Ефимия ходила с ним по степи собирать травы целебные, а может и скушала. Ох-охо, ведьма-ведьма, кряхтел старец. Прогнать бы из общины, аль на судно и моленье выставить. Но как же быть с барином? Хоть в оковах заявился, а все не мужик, не праведник. Старец долго стоял возле телеги, под которой скрывался Лопарев. Потом позвал. Человечие, бог послал утро. Лопарев выпался с под телеги, поздоровался со старцем, а сам руки прячет в рукава. Бледные и глаза впали. Али хворь привязалась. Лопарев пожаловался. И в жар кидает, и в озноб, и голова болит. Глаз не поднять, и всего ломит, и в горле сухо. Туя с воды выпил за ночь, и все мало. Бог милостив, ответил старец. Лекарша у нас есть. Хоть баба, а толк в знахарстве имеет. Бог даст, подымет на ноги. Аминь. Ефимия только и ждала. Позволение лечить барина, встречаться с ним, изливать душу. Но чтобы старец не заподозрил в дурных помыслах, Ефимия сперва отказалась лечить щепотника. Грех ведь не из нашей веры. Деверь Ларивон поддержал сноху. Праведное слово говорит влагостное. Прогудел он себе в рыжую бородищу. Блудницу огнем сожгли, а щепотника выхаживай, так и зверя лютого. Отчего так? Старец стукнул ботагом посохом. Молчай, срамное брюхо. Хаживал ли ты, праведник, в щепи, закованным по рукам и ногам? Шел ли ты на царя с ружьем? Сиживал ли в каменной крепости? Барин тот попрал барство до дворянства, Чтоб свергнуть сатанинский престол, Собарщиной и крепостной неволей. Слыхивал ли я, кая? На зуб клал, а ли мимо бороды прошло? Может, тот барин примет нашу веру древних христиан? И как Аввакум великомученик пойдет с нами к беловодьюшку сибирскому? Тогда Бог даст, отдам ему посох и крест золотой. Содрогнулась община от подобных намерений духовника, Почитаемого не менее самого Иисуса Христа. Пустынники-верижники толковали и так и сяк. Особенно старался в том пустынник апостол Елисей. Грядет, грядет великая напасть, Вещал Елисей по землянкам, хаживая к верижникам. Сам духовник в отступ пошел от древней веры. Погибель будет. Сам зрил того нечистого, упрятанного под макеевой телегой. Курицу жрал, и масло по породе текло. Откель масла. Еретичка Ефимия оскоромилась. И пошло и понеслось среди верижников. Не зрить нам, беловодьюшка. Нечистый барин чай в церковь поповскую поведет. Кукишем креститься заставит. Ой, худо, ой, худо. Дошел вопль и до старца Филарета. Созвал он на тайное моленье в свою избу, Избранных Богом и самими верижниками верных апостолов, В том числе неистового кривоносого Елисея с гирею на ноге. Зажгли двенадцать свечей у древних икон, Помолились по уставу. Расселись вокруг стола духовника, А потом начали разговор. Сказывайте волю Иисуса, потребовал старец. Глаголь святой Елисей. Елисей вышел на середину избы, Опустился на колени и, воздев руки к иконам, возопил. Сатано округ рыщет, погибели наши ищет, Святейший наш батюшка Филарет. От барина того погибель будет. Так же, так же Филарет помолился. Глаголь дали. Слыхивали посох духовника, обещал щепотнику, Намекнул Елисей и замер, ожидая слова духовника. Духовник ничего не ответил. Обратился к апостолу Тимофею. Сказывай, приблагостный Тимофей, Кто рек при щепотнике Филаретово имя? На чью ладонь положил тайну святого церковного собора? Чьему имени при щепотнике хвалу воздавали? Сказывайте. Елисей, батюшка Филарет, он рек имя. Он, ответил, длиннющий апостол Тимофей. Бес попутал, каюсь, батюшка, Бухнул со лбом о земляной пола, апостол Елисей. Тайна на чужой ладони, чья тайна? Сказывайте. Июдино, батюшка Филарет. Как быть топерича? Гнать ли щепотника сатайной вополе, В сатанинский мир? А ли у себя оставить? Да под надзором покель держать. Порешили держать пока под надзором, Тем более барин тяжело захворал. И Бог даст сам приставиться на суд Всевышнего. Ну, а если выживет? Не вводи нас во искушение, Господи. Помолился батюшка Филарет со своими апостолами. Бог послал искушение, Бог даст прозрение. А тебе, святейший апостол Елисей, сказываю. Многими скорбьми подобает войти во Царство Небесное. Если Господь призовет меня, Тебе носить посох духовника. Аминь. Апостол Елисей от такого общения Лишился речи и до того обессилел, Что еле выволок ноги из моленной судной избы старца. Каждый из апостолов невольно подумал. Настал час для Елисея, А теперь ему надо торопиться. Аминь отдать. Господи, помилуй раба Божьего. Сам раб Божий едва дополз до своей землянки. Хворь будто пристала к старым костям. Духовник, меж тем долго, Еще после тайного моления, Со своими апостолами отбивал земные поклоны. Смута, смута, зреет в общине нашей Господи, Стонал Филарет, воззрившись на иконы. От юсковского становища смута идет, От ехидной Ефимии смрадом тянет. Повергнут и юды веру древних христиан, И расползутся все по сатанинскому миру, Якопоганые крысы по земле. Как единая крепость держать? Господи, огнем лишь сжечь еретиков, Али в реке живьем топить? Еретичку сожгли, во грехе не покаялась. Апостола Митрофана на огонь волокли, Глаголил святотатство. Как жить, Господи? Силы нету, разуменья нету. «Праведники, вочервей обратятся, спаси Иисусе, Дай мне силы и просветление Господнего!» Ответа не было. Мерцали восковые свечи, тянуло запахом горящего ладана, Старец тяжело поднялся и вышел из маленной избы. Сказал сыну Ларивону, чтоб позвал Ефимию. «Пусть Марфа во сто глаз зрит за ней, И да чтоб к веденейке на дух не пускала. Глядите!» — погрозил посохом Ларивону, И вышел на берег Ишима, где и дождался невестки, Давно подозреваемой в тайном еретичестве и в сговоре С остановищем Юскова. Ефимия подошла, и глаза в землю, Не ей говорить первое слово. Старец долго молчал, глядел на другой берег Ишима, Вскинул глаза на невестку. «Ух, да чего же чернущие глаза у искусительницы! На не увидишь сокровенной тайны на крючок, Слова не выудишь! Хитрость на хитрость метать надо!» «Что, барин?» — спросил. «Полегчало?» «Куда барину батюшка?» — скорбно ответил Ефимия, Глядя себе под ноги. «Огнем пламенем пышет, реченье бредовое, Взваром травы пою, а более ничего в рот не берет!» Филарет подумал, реченье глаголишь. «Слова слышала?» «Слышала, батюшка, про восстание говорит, Про расправу царскую, Кровавым венциносцем царя называет. Глаголь правду!» — насторожился старец. «Че узрилась в землю?» «Не в ногах правда, на небеси!» Ефимия вскинула глаза на старца, Черные-черные, ясные, без единой тучки. Старец сдался. «Оно так, царь кровавый венциносец, Праведное слово барин глаголит. Разумит, Господь с нами будет, Нашу веру примет, а ли не примет?» «Не ведаю, батюшка». И то смыкнул старец. «Какая болезнь у барина не ведаешь?» «По всем приметам тиф или черная холера. При тифе в такой жар кидает болящую. Господи, помилуй, испугался старик, И будто ростом стал ниже, Ежели хворь на общину перекинется, Сколь людей сгинет. Я сказала ларивону». «Ларивону». «Мне ведать надо, не ларивону». «Господи, помилуй, беда грядет». «Беда!» Минуту помолчав, собравшись с думами, наказал. «Покель барин хворый, С ним будь неотступно». «Со щепотником-то помилосердствуйте, батюшка». «Молчай, когда я глагол держу». «Не со щепотником, А с болящим без памяти». «Неотступно будь с ним». «В общину не хаживай». «Хворь по праведникам не носи, слышь?» «Батагами бить буду». «И к Марфе глаз не кажи, И к моленной близко не подходи. Ежели барин подымется, моленье будет. Грех сымем с тебя, и ты очистишься. Еду, какую надо, Юсковы подносить будут в твою избу». «У Ефимии будто потемнели глаза». «А ли жалкуешь Юскова становища?» «У меня есть свое становище, батюшка». «Така же». «Да в глазах у тебя узрил сейчас Два становища. А понять не могу, Которые тебе дороже». «Всех людей жалею, батюшка». «Ладно». «Всполняй мою волю», Отпустил старец невесту, И сам подался проведать Многочисленных пустынников-бережников С ружьями, Без которых немыслимо было бы Удержать подобную крепость, Какую учредили когда-то давно В доброславном поморье На реках Лексии и Выгии. Щепотник лопаря в седьмые сутки Не подымался. То огнем горел И беспрестанно просил воды, То закрывался с головой Овчинным кулупом, Чтоб согреть зябнущее тело. Ефимия призвала на помощь Все свое знахарство, Какое познала Белицию В Лексинском монастыре. И настоем трелистника поила, И взваром болотной полы не почивала, И резун травою, И корнями вела рога, И горячими бутылками Обкладывала бариного тело, Чтоб из костей ушла остуда, А более всего лечила Собственным сердцем, Неистраченной любовью, Обрызганной из девичества Горем горьким довязки. Ефимия перехитрила таки Дотошливого и никому не верящего старца, Ни черная холера, Ни тиф у барина, Просто лихорадка. После голодного И безводного плутания Под солнцем по степи, Да еще судную ночь слушал, И с памяти камень вышибет, Не то что человека. Знала, и от лихорадки Умереть можно, Потому и помогала Целебными травами, И верила. Одолеет худую немочь, Подымет мученика на ноги. Вокруг стана, Сооруженного ларивоном Под телегою, Ни единой души, Ни днем, ни ночью. До того перепугал Всех духовник, Ефимии то и надо, Побыть хоть неделю-две С человеком, Не ведавшим Тягчайшей крепости духа. Настала восьмая ночь. Пасмурь навалилась На Пришимскую степь, Тучи сплывались На обнимку, И ветер пошумливал Шапкою старой березы. Ефимия долго сидела Возле березы У потухшего костра С прокоптелыми котелками. Вечером она почивала болящего И рада была, Что съел кусок пшеничного хлеба Из просеянной муки И выпил полкринки молока. Для болящего пост незакон. Но не он в памяти Подумал Ефимия, Зябко кутаясь в теплую шаль С кистями, Вывезенную дядей Третьяком из Голландии. Как спать-то мне Рядом с ним под телегой? А ли сказать старцу, Что болезнь уходит? Нет, не скажет старцу. Пусть хоть три дня Таких же без крепости духа. Вынула маленькую иконку Из-за пазухи, Опустилась на колени Тут же возле березы И, глядя на восток, Помолилась. Спаси меня, Богородица Пречистая Шептала собственную молитву. Не греховная плоть мучает меня, А сердце тепла ищет. Человека ищет, Свободы духа ищет. Видела ли ты, Матерь Божья, Как тяжко жить на белом свете Без свободы духа? Знала ли ты Оковы без железа, Которыми выжившие из ума Старцы пеленают души людские? Помоги, Матерь Божья, Скинуть те оковы, От которых дух каменеет, И руки на тело не подымаются. Молю тебя, Господь, Услышь мой вопль, Слезы мои высуши В глазах моих, аминь. Такая молитва Словно вдохнула В сердце Ефимии Решимость и бесстрашие. Спокойно спрятала Иконку за пазуху И, оглянувшись, Прислушалась тихо. Слышно фырканье лошадей, Сопенье коров в пригоне, Да изредка собака взлает тихо. Облака в обнимку Усплываются, А слез дождя не выжмут, Сухие, значит, к погодью. Опустилась на колени И полезла под телегу, Где можно проим спать. Шурша луговым сеном Подползла к болящему, Прислушалась к дыханию, Неровная и нездоровая. На ощупь дотронулась головы, И тогда уже ладонь Приложила к колбу в жар. Лопарев застонал, Переворачиваясь на спину И сбрасываясь с себя тулуп. Горит, горит, Бормотал он, Кругом все горит, Едвига, Имение горит, Воеводство горит. Опять Едвига, Вздохнула Ефимия. Вся Россия гореть будет, 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 Слышишь, Едвига? Слышу, Ответила Ефимия, Приваливаясь на локоть возле него. Лопарев в бутну Слышал подлинный голос Едвиги и быстро переспросил, Ты слышишь, да? Слышишь? Слышу. Едвига? Я здесь. О, Господи! Облегченный и радостно заговорил он. Ефимия не успела отпрянуть, Как он схватил ее за руки. Едвига, Твои руки, Твои, О, Господи! Надо бежать, бежать. Лежи, лежи, Александр, Нельзя бежать. Жандармы кругом. Жандармы? Кругом-кругом Жандармы заторопилась Ефимия, Удерживая Лопарева за плечи. Схватят и в цепи закуют. Душу в цепи закуют, И тогда погибнет. Душу? Соображал он. Самая страшная душу. Руки и ноги давно закованы. Александра, Цепи на руках и ногах Легко носить. Ох, как тяжело носить цепи на душе. Понимаю, понимаю, О, Господи! Как душно! Где мы, Едвига? Ефимия не сразу нашлась, Что ответить. Где мы, Где требовал Лопарев? Далеко-далеко, В девятом царстве, Проговорила она, А у самой сердца Слезами умывалось. Как быть, Если барин пришел в сознание? Не понимаю, Ничего не понимаю, Такая боль в голове. О, Господи, мама, Что стало с мамой? Я ничего не знаю, Ничего не знаю. Она мне сказала, Бесы закружили, видно. Нет, не закружили, мама. Не вышло восстание, Плечо к плечу не держали, Будет другое время, Не устоять престолу, Иначе жить нельзя, 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 Александра, Подтвердила Ефимия. Ты меня звала Саша, Едвига, зови Сашу. Как ты меня нашла? Нашла, нашла, Отозвалась со вздохом Ефимия. Ложись, нельзя говорить громко. Саша, нельзя. Он нашел ее руки И порывисто притянул к себе. Ефимию в жар бросило, Когда барин стал целовать их, Бормоча что-то, А потом сказал стихами. Вчера был день разлуки шумной, Вчера был вакха буйный пир, При кликах юности безумной, При громе чаш, При звуке лир. Ефимия со слезами Слушала его голос И не знала, что же ей делать. Доживем до славных дней России. Доживем, Едвига. Дай Бог, тихо промолвила Ефимия. Бог, нет, нет, Едвига. Ни католический, ни православный Не помогут нам, не помогут. Свободу надо брать своими руками. Да, своими. Ефимия промолчала. Голова, голова, о господи. Опять застонал Лопарев И опустился на сенное ложе при тихо. Ефимия подождала, пока он уснул, И не в силах удержать горечь, Подступившую в горлу, Выбралась на ветер. Хоронясь возле березы, Долго-долго плакала. Это была ее последняя ночь Без крепости духа. На другой день Ефимия сказала Лоревону, Что барину полегчало, И он в полной памяти, А потому быть с ним нельзя, правоверки. Старец Филарет вскоре позвал ее В Лоревонову избу, Выслушал и тогда разрешил Наведываться к барину Только днем с приношением пищи. На десятый день Лопарев Покинул свое убежище, Грелся на солнышке И слушал быль старца Про поморских праведников. Кабанчикрис не плутал По царствам государством, Давно бы люд праведный Жил во счастье, Со Господом Богом, Гудел старец. Вот мы спасаемся От греховности единой общиной, А кругом как? Соблазн, искушение, Огонь всякая. Лопарев не сдержался, Заметил. Спасение для людей свобода, Без свободы нет жизни человеку, А есть каторга, В цепях или без цепей, Какая разница? Свобода с блудом бывает, Возразил Филарет. Дай свободу слабым, Да нетвердым, И в блуде погрязнут, С червями земляными Заодно будут. Без свободы Человек окаменеет, Думаю. Нищий духом станет. Старец поднялся И ушел во своясь. Ефимия радовалась. Она так и светилась, Вся глядя на Лопарева. Это она спасла его от смерти. И Лопарев сказал, Если бы не ты, Не жить бы мне. На что Ефимия тихо ответила, Тогда и мне может не жить бы. И тут же ушла стройная, Еще совсем молодая женщина, Такая же загадочная И неопределенная, Как завтрашний день. Минуло еще четыре дня, И старец сообщил, Что позовет на совет Крепчайших пустынников, И тогда решат, Как поступить с барином. Оставить ли в общине, Как пришлого, Или прогнать, Как щепотника. Если прогнать, Куда идти, Думал Лопарев. В городе опознают, Схватят, Закуют и отправят на каторгу. А в деревню пойти, Примут ли? Не лучше ли остаться В общине Филарета? Хоть мать мущая, Но люди надежные, Кремневые. Русь, Какая же ты дремучая И непроглядная. А я-то знал Россию Петербургскую, Невскую, С выходом в Балтийское море, В Европу просвещенную. И все-таки надо жить, Как сказала Ефимия. Кто знает, Может, настанут перемены. Августовская ночь Прояснилась звездами, Играла нежила. С берегов Ишима Тянула теплые спарины. Лопарев лежал возле телеги, Думал. Послышался шорох, Будто кто полз. Лопарев оглянулся И встретился с черными глазами. Ефимия. Тссс. Ефимия погрозила пальцем, Молчимал. Явилась тайна от старца. Подползла к телеге И протянула Лопареву бутылку. Вино возьми. Вино. Угольные глаза Приблизились и заискрились, Как две падучие звездочки. Что глядишь, Так Александра. А голос тихий, Мягкий, Как безветренная Августовская ночь. И такой же таинственный Обещающий. Разве у вас пьют вино? Лопарев взял бутылку Из черного стекла, Нагретую руками Ефимии. И губы усмехнулись. Наше вино не зелье. На ягодах и меде настояное. Такое вино все пьют, Силу набирает. Зелье сатанинское, Аль чай китайский, Аль табак бусурманский, Того на дух не примаем. И лукаво щурясь, Ефимия пояснила, Кто пьет чай, Спасение не чай. Кто табак курит, Тот бога из себя турит. А кто зелье пьет, Тот с сатаной беседу ведет. Аль не так? Не думал про то, Ответил Лопарев. Я и чай пил, И трубку курил, И вино пил крымское, И заморское, И водку пил. Ой-ой, Александра, Пожурила Ефимия, Но беззломно. А про спасение души думал? Думал, когда сидел В секретном доме. Вот, думаю, Сгноит меня царь-батюшка В камнях. И куда душа моя денется, Коли с каменного мешка И щели нет на волю? Грешно так глаголить, Построжала Ефимия. Потому душа не тело, Затворы до стены не удержат. Куда же она денется, Коли с щели на волю нет? Пробьет камни. И камни и землю пробьет, Если душа живая. Может быть, Не думал про то, Уклонился Лопарев. А думай, думай, Александр Михайлович. Нонешнюю ночь Судьба твоя решается. Жить тебе с общиной Или гнатым быть. Куда уйдешь, скажи. В оковы, Аль ждешь милости От царя сатаны? Нет, Лопарев не ждет От царя милости. Он его знает. Говорил с ним с глазу на глаз. И духовник так сказал пустынникам. Барину от царя милости не будет. А потому спасти надо. Да вот пустынники. Что пустынники? Лютая крепость у них. Ой, лютая. Жен не ведают, Потому говорят, Как Ева совратила Адама И со змеем сатаной позналась. Значит, и все жены Сатану в себе носят. Они бы всех женщин огнем сожгли. Ну, а матерей своих Тоже пожгли бы? Дай волю пожгли бы. Лютые-лютые старцы Вообще не проживают, Как истые праведники. Есть которые с веригами И во власеницах. Это еще что такое? Вериги? Тяжесть на теле, Которые таскают ружья И спят с ружьями Или железо с шипами, Чтоб тело кололо. А один раб божий Пудовые чурки повешал На себя и таскает их, Мучает плоть, Чтоб искусу не поддаться. Власеницы вяжут Из конского волоса. Рубаха такая. Одевают на голое тело. Один тут старец есть, Елисей самый злющий. Он двадцать лет носит Власеницу И ни разу, говорят, Не сымал. Тело у него Все в струбьях и рубцах. А на правую ногу Чугунную гирю привязал, Чтоб сатана не утащил К соблазну, Когда глаза спят. Разве у него Только глаза спят? Глаголит так, Телу во власенице Не уснуть. Я испытала, Ой, не дай бог, Повтора. Зачем же тогда она дело? Ефимия оглянулась, Взяла лопарева за руку. А ты сам себя Заковал в кандалы? Со мной разговор был Малый, каторжник. И то. И меня Возвели в еретички. Потом скажу у Александра, Только не уходи из общины. Гнать будут? Не уходи. Скажи, что примешь Веру Филаретову. И я помогу тебе. Пустынники апостолы, Слышь, собрались у старца На тайную вечерю И в один голос трубя, Чтоб прогнать тебя, Яко нечестивца. Бояться, как бы старец Не отдал потом тебе Пастерский посох И крест золотой. К чему мне посох И крест удивился лопарев? Ой, 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 Сила в них великая, Александра. Тогда бы ты стал Духовником общины, Как теперь Филарет. И тьма тьмущая Сгила бы в тартарары. Черные глаза Смотрели в упор Настойчиво, призывно, трепетно. Лопарев смутился И опустил голову. Не выдержал натиска. Красивый ты, Александр Михайлов. Чуть в нос Промолгала Ефимия И опять взяла за руку. Когда ты в беспамятстве Лежал под телегой В лихорадке, Я, грешница, Трижды побывала у тебя в гостях. У меня? Лопарев почувствовал, Как пламя кинулось ему в лицо. Тссс. Где же еще? Рядом с тобой побывала. И тулупом тебя кутала. А ты все зяб и звал. Кондратия. Дружок твой, альбрак. Брат по восстанию. В каторгу пошел. Повешен. Помилуй его душу, Господи. И отверзни пред ним Врата Господни, Помолилась Ефимия. И звезды ее глаз Будто потухли. Помолчав спросила. Еще глаголил Про кобылицу с жеребенком, Какие с тобой по степи шли. Может, привиделась кобылица-то? Нет, Лопарев уверен, Что кобылица с жеребенком шла, И потом орел налетел. Знать, знамени Господня, Чтобы не сгил в степи, И звери не рвали твое тело, Господь послал кобылицу с жеребенком. Знамени, знамени. Лопарев не верил, конечно, Что Бог послал ему знамени, Но не стал разубеждать Ефимию К чему. Раз ночью продолжал Ефимия, Когда я, крадучись, Пролезла к тебе, Ты в беспамятстве звал мать, Но от волнения ничего не мог сказать. А вот тут, где сейчас сидишь, На седьмую ночь, помню, Подошла проведать тебя, А ты горько так плачешь, Слышу, Ядвига, Ядвига, И про Варшаву город, И про какого-то Никиту не ведаю. И тихо спросила, Ядвига, жена твоя? Лопарев поежился. Невеста была. Да поругались с ней еще до восстания. Из-за чего поругались, Допытывалась Ефимия. Лопарев усмехнулся. Веру отказалась менять. Веру? Какая же у нее вера? Католическая, римская, Ой-ой, Бесовская, Тричастному кресту умолятся И Деви Марии, А ведь Христос, Спаситель и Бог наш. Ладно, что поругался с ней, Беда была бы, ой, беда. От христианства уйти, Как на огне сгореть. Забудь ее, Ядвигу-то, Из сердца, из души выкинь, Чтобы во сне не являлась. Я еще подумала, Послышался старческий кашель Филарета, Ефимию как ветром сдуло. Мелководная река воркует, Журчит, будто сказку бормочет, Бурная, камни перекатывает, С ног сшибает, Не река, а кипень студеная. Кипенью начал свою жизнь Род Боровиковых. Сам Филарет в молодые годы Баловался силушкой, Сноровкой, смелостью и удалью. Емельян Пугачев наградил Филарета Кривой турецкой шашкой И четырехфунтовым золотым крестом, Снятым с какого-то Важного божьего пастыря. Осеняя себя двоеперстем, Филарет кидался в самую гущу битвы И рубил-рубил анчихристов Во имя вольной волюшки. Не раз Емельян говорил Филарету, Помолимся, брат, чтобы укрепить дух И побить ворогов-супостатов, Опеленавших ручь железом. Народ в ерме, А бары в золоте, да в холе. Нашей кровушкой питаются, А мы слезами исходим. И они молились плечом к плечу. А потом брались запищали шашки За деревянные рогатины С железными наконечниками И бились царским войском До последнего вздоха. Не одолели крепость царскую И боярскую силы не хватило. Емельяна упрятали в железную клетку И повезли на казнь. Филарету удалось бежать в Приморье, Где он впоследствии утвердил Свою крепость веры. С поморья общиной убежал в Сибирь. И вот встреча с беглым каторжником Барином. Чем же не потрафил царь-батюшка Барину? Чего не поделили? Холопов о льдобычей власти, Думал Филарет. Он подошел к пепелищу В белых толчевых штанах И в продиктеренных поморских мокроступах На босу ногу, Опираясь на высокий посох С золотым набалдашником, Огляделся. Золотой крест тускло поблескивал. Лопарев впервые увидел Старцу духовника такого, Вот торжественного, важного, Как сама вечность. Минуты три старец К чему-то приглядывался, Принюхывался, поводя головою. Спугнул должно ведьму Ефимию, Подумал старец, Видя, как барин испуганно Сгорбился возле колеса телеги. Ох, искусительница, Как змея явится, И как змея уползет, Следанец ищешь. Тяжко вздохнул, Грех, грех. Поверх белой, Из тонкого холста Длиннополой рубахи, Опоясом, Широким кожаным поясом, Со множеством кармашков, Где старец хранил Часть золотой казны общей. Дорога дальняя, И золота у общины немало, А живут своими харчами. И на Волге урожай вырастили, И вот на Ишиме соберут урожай, А золото тратят в крайнем случае. Шурша крылами, На старца налетела летучая мышь, И прицепилась к белой рубахе, И зайди тваль. Постоял возле пепелища, Прислушался к чему-то. Не спишь, Александра? Не сплю, отец. Ишь, бормочет Ишим, А ветру нет. Подошел ближе, Поглядел на Лопарева, Вздохнул. Пустынники порешили, Александра, Прогнать тебя из общины, Чтобы не порушилась крепость старой веры. Жалкую вот, куда пойдешь. В Чепи, а ли в землю. Лопарев не знал, что ответить. Так и же было со мной, Когда бежал я от висельников. Войско наше побили, В Чепи заковали, А я ушел, Господи помилуй, И познал лютость людскую. О трех деревнях гнатым был, Да не изловлен. Голодом маялся, И холодом, Покуда пустынник не спас меня. Стукнул посохом, вознегодовал. Спасен был. А тебя вот гоню на погибель. Ладно ли? В оковы гоню, К еретикам, собакам нечистым. О-хо-хо-хо. Лопарев ничего не ответил, Ефимия научила не говорить лишнего, А больше слушать старца. Молчишь, и то. Судишь должно старца Филарета. За что судить, отец? Поступайте по вашей вере. Пустынники наседают на меня. Пустынники. Погоди уже, Александр. Хвалу Богу воздав, Аз же и благодать будет. Где та благодать спросишь? Погоди уже, скажу. Филарет опустился на лагун с водой, Хрустнув хрящами. Пустынники глаголят. Вера твоя еретичная, А сам ты из барского сословия, Чуждой общине. Так или есть. Какое твое барство? Теперь я каторжанин. Ведомо, ведомо. Сам кинул чепи выше мреку. И ты закинь свое барство До дворянства на дно реки текучей. И Бог примет тебя, И благодать будет. Скажу про общину. Не ведаем мы оков, Не знаем сатанинских печатей И списков, Какие хотели завести на нас На Волге и в Перми городе. Мучили нас стражники, Да урядники, да попы бесноватые, Чтоб мы отрешились от старой веры. Тогда сказали мы им, В срубах огнем себя пожгем, А веры щепотной не примем, И царю молитву не воздадим. Сказано Бог, И паки пойти в печь идущие. Старец торжественно перекрестился. Ведаешь ли ты, Александра, Какой грех творят поганые попы? Лопарев того не знает. Я морскому делу обучался отец. Потому и глаголю с тобой, Что ты под Богом ходючи, Бога не ведал. Зело не искушен. Не искушен, признался Лопарев. В Писании сказано, Падут грады, вознегодует, На них вода морская, Реки же потекут жесточие. И то грады от Бога отступились, Погрязли в блуде, До еретичестве от того и погибель будет. Спасутся истинно верующие, Вот и блюдем мы старую веру. И сказано, Своего врага возлюби, А не Божьего, Сирич еретика и наветника. С еретиком мир какой, Александра? Ехидна и погибель. Еретика не исправишь, А себе язвы в душу примешь. Еретиков жечь надо. Лопарев слушал, присматриваясь к старцу. Такого Филарета он еще не знал, Неистового, убежденного, Непреклонного, И уверенного в своей истинной вере-правде. Примешь ли ты, Александра, Крепость старой веры? Лопарев содрогнулся. Ему будто почудилось, Что в ночи опять раздался вопль окулины. Не срыгнешь ли? Спрашивал старец. А ли может царю да К барам-крепостникам на поклон Поволокешь нас, праведников? Не будет того, отец, Ответил Лопарев. С вами хоть на край света пойду, Если не изловят жандармы. Община укроет, По нашей вере так. Хочешь помилованному бытьи, Сам так же милуй. Хочешь почтен бытьи, Почитай другого. Богатому поклонись в пояс, А нищему в землю. Алчущего накорми, Жаждущего напои, Ногово одень. Бося есть божья любовь, Александра. Блудницу ботагом гони, Лупи, бося есть бесовская любовь. Хвально так-то жить, хвально. Передохнув, старец спросил, Читал ли ты, Александр, Писание по старым книгам? Не читал отец. Читать будешь, познаешь веру. Научу тебя моленьям нашим, погоди. Да вот пустынники глаголят, Будто глазами зрели, Как тебя сатано подвел к становищу. Скажи, как дошел до нас. Лопарев вспомнил, Как Ефимия сказала ему про знамение. Если бы Бог не послал знамение, Не дошел бы до нас, отец. Знамение, старец вздрогнул, От такого слова, Сказывай, сказывай, человечи. Три ночи и три дня Кружился я по степи, отец. Иду, иду, а выхожу на то же место. Думал, погибну так. Тут услышал я голос, Мичман Лопарев. Глянул, вокруг никого нету. А потом вижу, Кобылица подошла ко мне с жеребенком, Хромая на переднюю ногу. Откуда взялась, не знаю. Хотел изловить ее, не далась. Побежала степью, и я за ней. Так и пошли мы. И тогда воспрял духом, Не один, значит, в пустыне, А ночью увидел зарево огня. Так было, отец. Где так обылиться с жеребенком, Не знаю. Старец поднялся и воздел руки к небу. Прости меня, Господи, Чадо неразумное, В седых волосах пребывающее. Как я того не уразумел, Господи! Знаменье было, знаменье! И упал на колени. Прости меня, раб Божий, За слепоту мою, Коль не уразумел того. Лопарев не знал, что делать. Старец молится на него И просит прощения. Отец, отец, что вы так? Бормотал Лопарев. Может, то не знаменье было, А показалось мне. Старец замахал руками. Молчай, молчай, не кощунствуй. Знаменье было, радость правоверцам. Аллилую, воспоем, аллилую. Кобылица та хромая, С перебитой ногой, К табуну нашему прибилась с жеребенком. С ней, слышь? Молосный, гнеденький, И спина поранена у того жеребенка. Вот оно, диво-дивное, господи. Бог вразумил меня сказать мужикам, Чтоб кобылицу не убивали. Жива, жива. Я на нее могу посмотреть? Погоди уже, погоди, Александра. Диво-дивное свершилось. А тут старцы-пустынники, Какие под именем Христа Спасителя ходят. Ересь на меня пустили собакины дети. И что удумали? Гнать тебя батагами, Грязью яка еретика щепотника. Вережников подбили на то, слышь? Ах, паскудники, псы вонючие. Погоди уже, Я того апостола Елисея Крестом Огненным заставлю молиться. И аллилую воспоем уже. Лопарев догадался Какому-то апостолу Елисею Гореть на костре. Пустынники ведь не знали про знамени. Молчай, молчай, Александра, Не вводи во искушение. Бо сам под божьим знаменем живешь, Яка младенец у тихий матери. Погоди уже, дай подумать. И старец Филарет погрузился в думу. Лопарев устал и жутковато. Что-то надумает Филарет. Если бы знал, Как обернется совет Ефимии, Никогда бы не сказал, Чего доброго человека сожгут, Да еще и аллилую петь заставят. Возлюбил тебя, Александра, Начал старец, Яка сына родного Макея, Какой на Енисей реку ушел со товарищами. Плоть к плоти приму тебя в общину, Потому благодать Божью принес ты всем нам. Слава Господу! Апостолы порешили гнать тебя ботагами, Да навозом и грязью, слышь. Погоди уже, познают ботаги. Перекрестился, спросил. Окреп ли телом, Александра? Окреп, отец. Можешь ли пройти версты три или четыре? Пройду, отец, ладно. Слушай тогда, Восхода солнца ждать нельзя, Потому как апостолов надо потрясти. Так и же надо, ох, надо, Ожерели собакины дети, Придут гнать ботагами, А тебя нету. Тут я скажу им, треклятым, Как они посрамили знамение Господня И узрели нечистого через дурные помыслы свои. Скажу-тка, скажу. Старец погрозил пост. Надумал так, Александра, Подыму сейчас лариона, И он поведет тебя, сын мой, версты, Затри к лесу, и ты там спрячешься. Пять днев поживешь там, До субботнего моленья. В субботу явимся к тебе всей общиной, С песнопениями, с иконами древними, И кобылицу тут приведем, С жеребенком, слышь? И ты выйдешь из леса, Якоправедник Иисуса, И воспоем аллилую. Лопарев ничуть не обрадовался Такому торжественному вступлению в общину, Тем более, если кого-то сожгут. Не надо никого сжигать, Попросил Лопарев. Старец пристально поглядел на него. До субботы пять дней, человече, Успеешь обдумать всю свою жизнь, От истока до устья. Коль порешишь быть с нами, Выйдешь к общине, И служба будет. Не порешишь, ступай себе с миром, Хоть на восток, хоть на запад. Лопареву ничего другого не оставалось, Как принять условия старца. Аминь тогда. Стань на колени, благословлю. Лопарев опустился на колени. Теперь пойду будить Лориона, Хлеба возьмет тебе кружку там, Баклажку для воды, Серных спичек, чтобы огонь мог добыть, Топор, чтобы в лесу жить. Старец поднялся, опираясь на посох, Постоял некоторое время, глядя на Ишим, Пробормотал что-то себе под нос Пробесноватых верижников И ушел, шаркая мокроступами. Послышался подозрительный шорох, Лопарев оглянулся, Ефимия. Все слышала, знаю, промолвила полуночница, Горячо схватившись за руку Лопарева. Ой, хорошо сказал про знаменито. Не было никакого знамени, Вырвал Сулопарева. Было, было, шептала Ефимия. Верить надо, Александра, Коль под Богом ходишь. А потом Елисея на кресте сожгут. Елисея апостола? Ой, кабы сожгли. Не старец Алишак, чудовище поморское. Он бы тебя первый ботагом ударил по голове И ногами бы топтал, И грязью бы кидал. Кого жалеть-то? Не пустыньника, Ехидна Триглавая. Слушай, Александра, Не думай от общины уйти и сгинешь. На каторге или в цепях. Вообще не твое спасение. Ни один филарет возлюбил тебя, слышь. Идти мне надо. Может, позовет старец. Не уходи же, не уходи. Я в той роще найду тебя. Жди меня, жди. Лопарев не успел собраться с духом, Как Ефимия уползла. До чего же она проворная, Бесстрашная и ловкая. Что сказал бы старец, Если бы застал сноху возле телеги, Жарко пожимающую руку Будущему праведнику Иисуса? Явился Ларивон, Молчаливый, бородатый, С мешком и топором на левом плече И с толстущим ботагом в правой руке. Поглядел на барина, Как гора на мышь. Прогудел в бороду. Пошли, что ли, барин? Ночь играла ясными звездами. Возле берега шумели рябиновые заросли. Ларивон вышагивал впереди, Что медведь, переваливаясь с плеча на плечо, И ни разу не споткнувшись И не оглядываясь на неловкого барина. Шли часа три не менее. Слева пологий берег Ишима, Безмолвная степь, А справа по берегу травы по пояс. Шелестящие, поющие, Из-под ног вылетали потревоженные перепелки. Впереди темнел лес. Не доходя до леса, Ларивон остановился. Там, а-ка хоронись, Батюшка так велел, Указал Ларивон, Сбросив в траву мешок и топор. Тут нет никакой деревни близко. Не хаживал в деревне, не ведаю. А тракт далеко, не ведаю. Повернулся и пошел в обратную сторону. Лопарев сел возле мешка, задумался, Потом лег на спину и долго глядел в небо. Такое ли оно в эту ночь над Петербургом или Орлом? Навряд ли я когда-нибудь увижу Петербургское или Орловское небо. Туда мне дороги заказаны, Одна дорога открыта на каторге. Но если он сам явится к стражникам, То наверняка его посадят в тюрьму И пошлют запрос царю, Как поступить с ним после побега. Царь еще подумает, Что я собирался бежать в Варшаву И опять упрячет в секретный дом. Но нет, лучше умереть здесь, в степи, Чем еще раз быть узником секретного дома. Зависть третья Кудрявые темные березы, Отчего вы так печально шумите пышной листвой? Неуемные птицы, О чем вы беспрестанно поете в березовой рощи? Муторная на душе Лопарева Место себе не находит в тенистой роще. Плещется тиховодный синий ишим. Минули сутки, вторые, На исходе третья ночь. Над ишимом полыхает предутренняя зорница. Костер то потухает, покрываясь сединою пепла, То мигает Лопареву кроваво-красными глазами углей. Кого и чего он ждет, Александр Лопарев? Ефимию? К чему она ему? Жена сына Филаретова, Возросшая в двух раскольничьих монастырях, Повидавшая Наполеона. Или он ждет, когда к нему явится община С молитвами, песнопениями, с иконами, И позовет его к себе, как Иисусова праведника? Не могу я принять дикарское верование, Думает Лопарев. Как жить с ними, если они сами себя сжигают Во имя святости старой веры? И что в той вере? Заблуждение, мрак? Надо встать и уйти, пока не поздно. Но куда уйти? Куда? Па в тысячный раз спрашивает себя Лопарев. Велика ты, Русь, одеться некуда. Пустынно ты, под тиранией венциносца. Ох, как пустынно. Одни сами себя гонят в безлюдье, Куда-то в дебри на Енисей, Другие идут на каторгу, Третьи в поте лица своего добывают хлеб насущный И кормят царскую челядь, А сами живут в Роголы. И терпят, терпят. Доколь же ходить в Ерьме? Доколь? Никуда не ушел Лопарев. Остался ждать Ефимию. Она же обещала найти его. Утром Лопарев искупался в Ешиме, Дважды переплыл реку, Набираясь отстуды тела, А в сущности хотел успокоить метущееся чувство. Солнце повернуло на полдень. День выдался несносно жаркий и душный. Лопарев то встанет, то сядет, То выйдет из рощи в степь И ждет, ждет, Когда же наконец явится Ефимия. А ее все нет и нет. Она придет. Не может быть, чтобы она забыла о своем обещании. Если только в яму посадили, Тогда Лопарев стало жутко. Он не может покинуть эту степь, Не повидав Ефимий. Порхают птицы беззаботные и веселые, Как будто вся березовая роща Отдана им на вечную радость. В зените золотистое облако. И тишина, тишина первозданная. Когда совсем не ждал голос. Или здесь праведник Иисуса. Лопарев круто обернулся на голос и попятился. Ефимий или то? Чего так испугался? А голос как мед, текучий, сладкий и приятный, До того липкий, Что Лопарев не в силах оторвать взгляда от Ефимии. Это, конечно, она. Но как же она преобразилась? В синем нарядном сарафане, С красной прошлой посередине, С золотой вышивкой по подолу, Под сарафаном батистовая кофта, С вышивкой по рукавам, Застегнутая на перламутровые пуговицы. Без привычного черного платка, чудно. Кудрявящиеся на висках черные волосы, Схвачены красной лентой у затылка. Отпущена по спине струистая чуть ниже плеч. Совсем не черница и не староверка. Лопарев ни разу не видел ее без платка И в такой богатой одежде. И в самом деле книгинюшка. Ефимия держится прямо, вызывающе, Глаза большие и блестящие, Как черные камушки в родниковой воде, С лукавым прищуром. В припухлых, капризно вычерченных губах Играет усмешка. Виднеется полоска широких зубов. Белых-белых. На подбородке ямочка, Такие же ямочки на пунцовых щеках, Будто кто надавил пальцами. В руках Ефимии маленькая иконка Богородицы, Отделанная исканью и золотом. Ноги в шагреневых ботинках, С высокими голенищами, Застегнутыми на пуговке. Лопарев арабел, Утратил дар речи и чувствовал, Как прямо в жилы ему Льется кипяток из ее черных глаз. На вид совсем юная и хрупкая, Но если бы он мог знать, Какая сила скрыта в ее красивом И спокойном теле. За спиной Ефимии толпились Толстые березы, Выросшие из одного корня. Лопарев навсегда запомнил Ефимию На фоне трех берез. Ждал меня? Ефимия поклонилась в пояс, Прижимая иконку к ложбине между грудей. Лопарев кинулся к Ефимии, Но она дико отскочила. Погоди, Александра, не подходи. Проговорила она поспешно И перекрестилась. Возьми палку и бей. Лупи меня. Лупи. Лопарев выторщил глаза. Что ты, Ефимия? Али забыл, как толковал тебе Старец Филарет? Лопарев, конечно, забыл. Алчущего накорми, Жаждущего напои. Босе есть божья любовь, Александра. Блудницу батагом гони. Лупи. Босе есть бесовская любовь. Напомнила Ефимия слова старца И опустилась на колени. И я пришла, видишь, В наряде пришла, В Федосеевском, Какой дядя мой третьяк Сохранил от покойной матушки. Если бы старец Узрил меня в этом наряде, На огонь поволок бы, Как ту акулину. Да не все Александра Подволи старца. С общеной в Сибирь Идет мой дядя третьяк, Потому третьим сыном был После моего покойного батюшки. Кабы не дядя третьяк, Да не юсковы сгила бы я, Убил бы меня зверя каянный, Макей Филаретыч, Крепость моя страшная. Прости меня, Богородица Пречистая. Ефимия Истова перекрестилась. В Писании сказано, Жена, да убоится мужа своего, Рабыней станет погроб жизни. Нет. Клянусь светлым ликом Материной иконки. Не стала я рабою, Не стала я женою Макея, Хоть и повязала меня судьба с ним, И никогда не буду ничьей рабыней. Родилась я на свет вольной птицей, И только самочерная смерть, Худая немочь, Укоротит мой дух, И спеленает меня по рукам и ногам. Ефимия трижды поцеловала иконку. К тебе пришла Александра. Видишь, какая? Смотри же, смотри блудницу, праведник. Я не праведник, Ефимия. Не говори так, ты праведник, Коль на восстание пошелся Против царя и войска сатанинского. Не убоялся. Кланяюсь тебе в землю Перед чистым небом, Перед ясным солнышком. И как на небе нет сейчас черной тучи, Так и в моем сердце нету тьмы. А есть радость зрить тебя, кандальника. Жаждет душа моя света, Александра. Не блудница я нет. Не верь наветом, Если кто очернить будет меня. Душа моя измучилась, а радости не видел. Правду, говорю, нет в моем сердце Жалости к Макею Филареточу, Хоть и спас он меня от лютой стражи собора. Стала я невольницей, А женою никогда не была, Хоть породила сына. И горько мне, и тяжко, Не жить мне с Макеем в мире и согласии, Как не живет кровожадный коршун С малой угорленкой. Клянусь святым нательным крестом, Помни же, Продолжала Ефимия, Отвергаю я писание, Где сказано, Что жена раба мужа, Свого. Не рабою, А равную быть хочу. Любви ищу, А не блуда. Такое вели меня на суд собора, Такое я пошла в Сибирь далекую. Старец говорит, Что я еретичка, А по знахарству ведьма. Да не правда то. Бог не заповедовал Держать душу в цепях, А сердце в холоде. Из сердца идут добрые и злые помыслы. К тебе дурных помыслов не имею, Видит Бог и небо. Пришла, чтобы узнать тебя, И если ты примешь, Отдать свое сердце. Ефимия поднялась, И выпрямившись, Спросила в третий раз, Ждал меня? Ждал Ефимия, ждал. Блудницу ждал. Спасительницу свою ждал. Погоди, я не святая Александра, Я не праведница, Но если бы ты позвал меня На смертный бой с царским войском, Я бы с радостью пошла на смерть. Такую ты ждал три дня и три ночи, Такую Ефимия. Погоди, погоди, Александра, Ты еще не познал меня, И не ведаешь, Как я стала еретичкой, И Макей спас меня, Скажу потом. И если примешь меня после того, Я готова тогда хоть на кресте гореть. Зачем гореть? Довольно одной несчастной акулины. Ой-ой, какой праведник! Бог бы услышал твои слова, Александра, Добразумил бы темный и лют, Радость была бы. Будет радость, Ефимия, Будет еще. И я помогу тебе, Александра, Слушай, У меня есть пачпорт пустынника, С каким праведники хаживают по земле. Старец Амвросий Лексинский, Пещерник, Дал мне тот пачпорт, Чтобы я передала его праведному человеку. Я шесть годов хранила тот пачпорт В тайности шесть годов. И вот настал час, встретила такого человека. Спаси нас, Богородица. Ефимия достала из-за пазухи Что-то завернутое в тряпицу, Потом оглянулась, Отошла к березе И повесила сверточек на сук, промолвив. В тряпице пачпорт пустынника, Александра. Да не запамятуй, Ты его снял с березы. Так и старцу скажи. Пустынники хотели тебя батагами бить И грязью кидать. А ты явишься в общину с пачпортом Праведника Иисусова. Не знаешь, как старец ругал пустынников И посохом лупил. Пришли они гнать тебя, А старец их встретил проклятием. Иудины дети, собаки нечистые, Знаменье Господне явилось, Да вы ничего не зрели, Кричал он на них. Потом Елисею тайный спрос учинили, Как нечестивцу грязному. И висеть он будет на кресте До того моленья, Покуда ты не явишься в общину. Так порешил тайный совет Апостолов пустынников. А ты явишься с пачпортом, Сам старец упадет тебе в ноги, Слышь, не робей. Так будет, чтоб потом прозрели. Лопарев слушал, ничего не понимал. Елисей висит на кресте, И он должен явиться с пачпортом пустынника. К чему ему пачпорт? Но Ефимия твердит, Должен явиться с пачпортом пустынника, И тогда он будет свободен. Общинные моления для него не обязательны, Он исповедует собственное родение. Он может учить людей. Чему учить Ефимия? Грамоте искушен поди, Мало ли, в общине малолетних отроков, Не умеющих читать и писать. Подвиг то Александра, Коль человек несет людям прозрение от тьмы. Я хотел обучать грамоте, Да Макей чуть не удушил меня, якобы сноватую блудницу. А у тебя будет защита, пачпорт пустынника. Скажешь, виденье было тебе обучать малолетней грамоте, И никто перечить не станет. Потому твоими устами глаголит сам Спаситель, скажет. Вот об этом Лопарев не подумал. В самом деле, если он будет обучать грамоте ребятишек, То не откажутся ли они потом от дикой веры, Гонящей их на огонь и в пустыню? Пачпорт возьмешь, когда я уйду, да не забудь. Двоеперстием крестись. Иудину щепоть из головы выкинь, сердце вынь. Лопарев подумал, не все ли равно Богу, Как ему молятся тремя или двумя перстами. Потом Ефимия сказала, что сходит за своими узелами, Которые она спрятала в роще перед тем, как выйти к нему. В одном узле была ее староверческая одежда, Черная юбка из грубой ткани, Холстяная кофта и черки макроступы Из яловой продегтяренной кожи. В другом узле снедь, Отварные куры, каравай свежего пшеничного хлеба, Вино и пирог с рыбой. Лопарев приволок под гнившую на корню березу, Собрал хворосту и развел костер. Пытливые глаза Ефимии неотступно следили за каждым его движением. Ефимия собрала обед и отошла к березе. Разве ты не будешь со мной обедать? Обедай, Александр, я не голодна. И я не голоден. Обедай, я же не могу обедать с мужчиной. Так заведено у правоверцев. Это же дикие обычаи, Ефимия. Разве мужчина и женщина не едины во всем? Ефимия ответила, едины духом, не телом. Бог сотворил Еву из ребра Адама. Не верю в то, не моргнув глазом, ответил Ефимия. Она стояла возле березы, прислонившись к ней спиною, Такая же нарядная и столь же загадочная, Как и береза, которую она подбирала своим молодым красивым телом. Не верю в то, повторила Ефимия. Писание сказано, и создал Господь Бог человека из праха земли, И вдунул в него жизнь, и стал человек душою живою. А разве у женщины не живая душа? Отчего Бог не сотворил так же женщину, как мужчину? Или она не человек? По что Бог сотворил тварь ползучую прежде женщины? В Писании сказано, и нарек человек имена всем скотам, И птицам небесным, и всем зверям полевым, Но для человека не нашлось помощника, подобного ему. И тогда навел Бог на человека крепкий сон, И когда он уснул, взял одно из его ребер, И закрыл то место плотью. И создал Бог из ребра взятого у человека жену, И привел ее к человеку, и сказал человек, Вот эта кость от костей моих, и плоть от плоти моей, Она будет называться женою, ибо взята от мужа своего. Могло ли так быть? Опять спросил Ефимия. И еще сказано, что змей ползучий совратил жену яблоком, Отчего змей не обольстил человека, а жену. Человек сказал Богу, Жена, которую ты мне дал, Она дала мне яблоко от запретного древа, и я его ел. Такого человека, Александр, я бы не стал звать мужем. Он съел яблоко, а вину свалил на жену. Такой человек презренный. А Господь Бог сказал жене, Умножай и умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рожать детей своих, И муж будет господствовать над тобою. Какой муж? Поганый трус. И его Бог назвал человеком. Еще сказал Бог человеку, За то, что ты послушался жены своей, Будет проклята земля, из которой ты рожден. Со скорбью будешь питаться во все дни своей жизни. Могло ли так быть? За что проклята земля? Черные глаза Ефимии жгли и чего-то ждали. Лопарев сказал, что не читал Библию И не знает, что в ней написано. Ефимия усмехнулась. А я читаю Писание с шести лет. Когда жила в Преображенском монастыре еще до Наполеона, Матушка читала Писание и говорила, что оно святое. И я верила, всему верила и блюла святость, Покуда судьба не свела с пещерником Амбросием Лексинским. Пашто так глянул на меня, И мгновенно помолчав, тихо проговорила. Слушай, что скажу. На Малую Пречистую, когда начинает желтеть лист на деревьях, Шла я берегом речки Лексы к дяде Третьяку на три дня. Матушка Игуменья Евдокия говорила, Прими пострижение Ефимия. Святой Игуменью станешь. Вижу в тебе такую тайну святости. Я готовилась принять пострижение и стать химницей, Да все не могла решиться. То листополя трепещет за окном кельи и тревожит душу, То ветер несет морской дух, а все душа не на месте. Встану на колени перед материной иконкой Богородицы И молюсь, молюсь, чтобы укрепиться в вере, И вдруг за окном послышится легкий посвист ветра, Иди, 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 будто зовет в мир соблазнитель. Собьюсь с молитвы и реву в голос. Матушка, где ты? Зову покойную мать. Отзовись. Я сижу в келье, и нет мне покоя ни днем, ни ночью. Для чего ты меня породила на свет Божий? Уж ли для четырех стены вечного родения? Скучно мне, матушка, глаза бы не глядели на каменные стены. Что в них, в тех стенах? Одно забвение, вечная у покойницы. Живая, а в могиле. Страшно мне, матушка. Но никто не отзывался на мой голос. И в снах не снилась мать, какую поминала. Проведала про мои истинания Игумене Евдокии и говорит. Мучает тебя Ефимий Искуситель. Ступай к дяде на три дня. И скажи ему, чтобы он благословил тебя на пострижение. И ты станешь святой девой непорочной. Прославится имя твое по всему христианству. И будут поклоняться тебе девы мирские, чтобы укрепиться в нашей вере. В том великая благодать. Во всем монастыре никто из белиц не знал так писания, как я. Сама Игумене Евдокии часто просила меня совершать малые чтения. И слушала, как я по памяти читала откровения пророков. Диву давались, а того не ведали, что писание вошло в меня с молоком матери. Вот и шла я к дяде Третьяку за благословение. Под вечер так версты за три от монастыря вспоминала, что в каменной пещере чуть от берега Лексы живет старец Амвросий Лексинский, про которого сказывали, что он из князей был офицером до пострижения и жил в Петербурге. Думаю, дай гляну на святого Амвросия. Может, он укрепит меня в вере. К пещере вела тропка среди вереска. Шла я по ней, а сердце замирало от страха. Всякое говорили про пещерника. Будто он зарезал ножом искусительницу, деву, которая приезжала к нему из Петербурга. Кого-то из кицких филипповцев пришиб камнем. И что из самого церковного собора приходили к нему келлари за святым благословением. Как-то он примет меня, думает. А вдруг пришибет камнем или зарежет, как деву петербургскую. Подошла к пещере и срабела. Холодом налились ноги и руки. И вдруг слышу стенание. Господи, избави меня от лукавого. Вижу, вижу, разные люди творили Писание. Не словом Бога, а человечьим разумом. Все, все вижу. Прелюбодеяние вижу. Коростолюбие вижу, Господи. На всю жизнь запомнила я эти стенания подземные. Замерла возле черных камней пещеры. И стою так, не жива, не мертва. А из камней слышится голос. Будь ты трижды проклят, лукавый Моисей. Не словом Божьим писал ты откровения, а хитростью, чтобы ввести в заблуждение род людской, презренной. Внутри меня все помертвело от такого еретичества. Слыхано ли, святой пещерник проклинал пророка Моисея. Кому теперь поверить? Подумал я, искушает меня нечистый перед пещерой, чтобы порочить святого старца. Нет, думаю, не свершу святотатство. Пойду к пещернику и все скажу ему, что слышала. Пусть знает, как лукавый ходит возле его пещеры и соблазняет праведные души. За диким вереском шел спуск в пещеру. Ступеней Насим так запомнила. Дошла до дубовой двери. Случусь, никто не отзывается. Именем Иисуса за весь старец кричу в дверь. Изыди, искуситель, послышалась в ответ. Я не искуситель, а белица монастырская Ефимия. Пришла к тебе, чтобы укрепиться в праведной вере. И опять старец вопит в ответ. Изыди, изыди, сатано. Мне было страшно. Ночь застала меня у пещеры. Долго я стучалась, покуда Амвросий не открыл дверь. Он встретил меня с крестом. Я на коленях вползла в пещеру. Помню, при свете восковой свечки Амвросий показался очень высоким, сагбенным и совсем белым, как вот эта кора березы. Бороду он носил длинную по пояс. Такие же белые волосы на голове спускались у него ниже плеч. Руки у него были холодные и белые. Одет он был в длинную холщовую рубаху, которая не покрывала его голых ног. Я сказала, что заблудилась в лесу, и вдруг услышала возле пещеры голос искусителя, как он проклинал святое писание Моисеева, и что Библию творили человечьим разумом, а не словом Божьим. Амвросий испугался моих слов и запрясся, как лист на дереве от ветра. Я видела, как он протянул руку, взбалившись. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok